Верхняя? Нижняя? Нижняя? Да. Алло. Вас что-то не видно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Артур. Я знаю. Я сразу говорю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, не против. Все хорошо. Говорите. Дело, по которому я вам буду спрашивать, это только не с моим именем. Я спрашиваю. Весь молодежь по этому вопросу. Сейчас вопрос такой. Как найти свое предназначение? Или есть у человека какое-то предназначение? Если он сейчас парикмахер, то он его предназначен без парикмахера. Как найти свою предназначенность? Ну как, в первую очередь ты должен работать. Просто работать. Работать и Господь покажет, и молиться. Вот как узнать? Вот один из примеров. У меня, я начальник детского лагеря, основатель. Откуда бы я знал, что я могу это сделать? Это был единственный в Советском Союзе православный лагерь. Это не игрушка. За детей как жучели. Нас каждый год трепали, ничего не могли сделать. И вот у меня были дети священников, и один пацан, ну, мальчишка. Он такой неуклюжий. Я взял у него кепку и повесил высоко на столб. А его за лагерь выходить нельзя без головного убора. Я говорю, Саш, доставай. Он говорит, а я лазить не умею. Я говорю, ну тогда и сиди. Он начал карабкать, я показал как. Он достал пуражку, снял, сел и заплакал. Я говорю, а что ты плачешь-то? Да я и не знал, что я умею лазить. Как бы он узнал-то? У нас в школе не было иностранного языка. Учитель умер, когда полкласса прошло пятого. А до десятого класса учителя трудно было найти деревню. И оценку поставили три. А у меня нуль. Вообще нету. А потом я учился в техникуме, и кто-то сказал, я сказал. Говорю, а почему мы не умеем разговаривать? Вот Лев Толстой, Война и мир пишет там по-французски всё. Он на французском говорил лучше, чем на русском. А ты, говорит, попробуй изучи. А я не любил, когда так разговаривают со мною. Я в этот же вечер пошёл, познакомился с соседкой девчонкой пятого класса. Учебники попросил. И самостоятельно начал изучать. А потом нашёл немку. И через полгода я уже по-немецки разговаривал. Потом занялся английским, французским, испанским. Я и не знал, что у меня есть. Откуда бы я знал, если я не занимался-то? А что получилось? Да я разговаривал, у немца проповеди говорил в собрании. Потом за четыре месяца я по-английски начал разговаривать. Занялся испанским языком. В армии, в армии. Когда учился, три языка уже за армией только. Как бы я знал, что у меня есть к этому назначение, если бы я не занимался-то. Я на себе пример беру. Но надо услышать голос Божий, как Бог повелевает, куда тебе идти. Охота утром поспать. Охота же, трудно вставать-то. А как я просплю? У меня одна жизнь, одна. Я прочитал. Говорит апостол Павел. Вы находитесь на стадионе, на ресталище. Итак, бегите, чтобы получить. А один награду получает. Вот поэтому мало ешь, мало пей, здоров будешь. Значит, экономь деньги, чтобы было из чего уделять нуждающимся, помочь. Кто он там? Еврей, армянин, русский. Он нуждается, она вдова одна с ребятишками. Поэтому я понял, деньги, ножи и медь. Я всегда работал на двух, на трех работах. На государственном отработал, вечером идешь и до полночи кому-то дачу строишь. Как бы я знал, что у меня есть такая сила. Я печеньком 40 лет работал. 40 лет. У меня три грыжи на спине. Но я благодарю Бога, что Бог дал мне понять. Мы решили благовествовать. Я не знал, что можно писать книги. Я начал, у меня получилось 38 книг написал. 38. И каждая книга 752 страницы. Откуда бы я знал? Стихи писать откуда знаю? А написал 3467 стихотворений. Если бы я не делал, как на молитве я стою и вижу, поэты пишут не то. Господи, ну где найти? А мне как голод, ты и начинай. Люди считают. Да. Дело стоит, что судьба поведет. Сколько? Он говорит, судьба поведет. Ну и судьбы нет у человека. У судьбы нет человека. Это дьявол изобрел. Бог дал свободу. Вот мы... Я вот написал книги и думал, как сделать известно. А кто знает, что книги-то написаны? А книги-то нужны для спасения. И мне мысль пришла на молитве. Надо ехать и в библиотеке дарить. Дарить не за деньги. Я поехал от Владивостока до Лиссабона. Побывали в Армении, в Азербайджане, в Грузии. И в Армении я там в Ереване подарил свои книги. Откуда бы я знал, что ей надо это, если бы я не поехал-то? А дорогой пришел опыт. Как прятать машину, где находиться, как с людьми разговаривать. И ни копейки нет. У меня на расход на машину, а это большие расходы, большие. Мы один год потратили только на машину. Потратили на бензин на все 400 тысяч. 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 А у меня пенсия 6 тысяч всего. Она была в то время 4 тысячи. То есть это вообразить даже нельзя. Вначале делать и Бог дал. Сколько приобрели друзей, врагов, ты делай, а там видно будет. Ты не спи много. Я просто по себе говорю, почему. Это моя жизнь. Чего буду куда-то показывать? Я сплю долго. Я стал урезать сон. У меня сон дошел 2,5 часа, 2,5 часа в сутки. И мне хватало. Почему? Больше сделаешь. Кто мало спит, тот много сделает. Тому и Бог дает. Меньше спать. Да? Понятно? И поэтому узнать свое назначение до конца трудно. Поэтому я каждый день молюсь, а мне 77 год. Господи, покажи мои таланты. Не зарыты ли они? Все ли я делаю как надо? И вот, понимаешь, ничего нету. И вдруг Бог так дает, ты молишься и Бог все дает. И у тебя умение какое-то появляется. Знакомые люди, директора, банкиры помогают. И речь идет не о рублях, а о миллионах. И они знают, что я никогда не отдам. Под проценты никогда не надо брать. Я откуда бы знал? Надо купить машину, газель купили. Команда, чтоб была. И проехали от Владивостока, от Тихого до Атлантического океана. Прошли всю Скандинавию, в Швецию, Прибалтику. В прошлом году на север прошли. И только для одного, чтобы людям рассказать о Христе. Подарить материалы, Евангелие. Как я знал бы. А это сегодня все понимают. Это сделать невозможно своими силами. Это нельзя сделать в любую погоду. Мы ехали, у нас даже градусник лопнул. Какая жара была. Еще собака какая, да охраняла. Да как, в новый город приехали. Никто тебя не ждет, не знает. Мне надо вызвать доверие к себе, к книгам. В течение десяти минут я должен все сделать. Откуда бы я знал, если не делал-то? А раз делал, Господь благословляет. Поэтому, вот, вопрос женить. Я надумал жениться. Она молоденькая девчонка, мне понравилось. Ну видно, хорошая. Я собрали старики. Аксакалы, как называют. Я им говорю, это мне нравится девчонка. Они говорят, она не тебе назначена. Она слишком мала для тебя. А вот есть у нас одна, она работает учительницей. Посмотри на нее. Она очень ревностна. Она в храме поет. Она в школе ученикам рассказывает. Ее долбят за это. В советское время-то. Я посмотрел и, правда, я послушался. И вот она, моя подруга, жена, прожили жизнь. Слушаться надо, чтобы друзья были хорошие. Где жить? Как жить? На все ответ придет. Ответ от Бога. У меня сейчас трудно выбрать путь. И выбрать университет. Не знаю, какой университет сейчас выбрать. Сейчас. То есть поступить не знает куда. Это плохо. Это плохо. Вам не надо его выбирать. Вы уже должны быть готовы. Я выбирал по надобности. Пошел сдавать сельскохозяйственный институт. Университеты не назывались тогда. Я сдал экзамены. А это пять лет. А у нас отец вот так. Руки нету до плеча с фронта. И десять ребятишек. Мне никто не может помочь. Мне надо быстрее получать деньги, другим помочь. Я пошел за водой в Барнауле. Слышу, тетки разговаривают. А мой, говорит, поступил в техникум строительный. Сдал, говорит, там экзамены трудные такие. Как бы было в институте, то приняли бы. А я слушаю. Сколько учиться? Она говорит, два с половиной года. Два с половиной с 10 классами-то. Я пошел в институте, забрал. А думал на механизацию сельскохозяйства-то. И отдал в строительный. Там без экзаменов приняли. Я жизнь жил этим. Я везде нужен был. Одному дачу построить, другому еще что-то поштукатурить, кому-то застеклить, крышу покрыть. Я строитель. А строитель на третьем месте. На первом месте трушеник сельского хозяйства поесть надо. На втором текстильная промышленность. Тело одеть надо. А третье прикрыться от дождя. Это строитель. Вот три главные специальности. Поступаю или для сельского хозяйства, или в текстильную промышленность, или на стройку. А остальное уже не имеет значения. Дальше ближе. Но не на исторический факультет. Я историк. Это не специальность. Я физкультуру преподаю. Не надо преподавать. Иди работай. Надо специальность такую, чтобы если тебя там не будет, люди поняли, как плохо, что его нету. Чтобы в этой специальности можно было расти выше. Профессионально. Что-то новое придумать. Чтобы больше выработку дать. Ты думаешь, я большой, у меня метр семьдесят два рост всего. А у меня на стройке было все время двести восемьдесят триста процентов выработка. За троих. Это невозможно сделать. Все приглядываешься как больше, как быстрее, как более качественно сделать. Мне не надо по книжкам лазить. Моя жизнь это книжка. Скажешь, ну ты выдумываешь, это моя жизнь, ее все знают. Поэтому посмотри, к чему тебя тянет. Специальность надо выбирать не как попало, а как жену. Так, чтобы она по всем подходила. Была одной верой с тобой, чтобы ты поехал в командировку, ты знал, что жена твоя никогда тебе не изменит. Попал в тюрьму, она будет на улице замерзать, она будет помогать тебе. Моя ездила на самолете, летела в ходатайсула везде. Пролазила в тюрьму буквально. Знакомилась с охранниками, с врачами и что-то передавала и говорила. Значит, судьбы у человека нет? Нет, это обман. Это обман Златоуст говорит, злостный обман. А иначе где моя свобода? Бог знает, он знает, просто Бог знает. Но дал мне свободу. Я мог бы сделать пьяницей, наркоманом. Мог бы курить, материться. Но я знал, нельзя Бог. На суде Божьем отвечать надо за все. В трехлетнем возрасте я знал о своем избрании. Мне этого нельзя делать. Я не такой, как все, Бог мне говорит. Вот евреи, они это знают. А я русский, мне это Бог сказал. Я не могу поступать, как люди поступают. Я должен видеть нуждающегося, где бы кто ни болел, операцию делать. Я должен первый там быть, помочь человеку. Какое призвание? Я мог бы утонуть, я на корабле работал. Учился на штурмана. Человек упал за борт, а на него смотрят. Я должен первый нырнуть. Вытащить его, самому не утонуть. Весь стирать то, что вам тогда надо стирать, да? Надо что? Повторите. Повтори-ка. Весело и то, что тогда надо сделать. Ну надо, оно видно, что надо. Как не надо-то? Надо. Вот я иду по жизни. Это моя жизнь. И говорят, знаете, вечером выйти нельзя. Преступники везде. Ну и поговорили, и все. Я понял, преступники это плохо. Я иду устраивать тюрьму. Бесплатно. И помогаю там. А там сидят грузины, армяне, чеченцы. Я выступаю по рации у них. Я узнаю нужду. Иду по камерам, со мной провожатый идет. У меня в близких отношениях завязались прокурор края, генерал-лейтенант. Мне везде двери открыты, даже для приговоренных к смертной казни. Я несу туда на Пасху яйца, крашу собираю. Динамики. Почему? Мне упрек. Зачем ты это делаешь? Они же преступники. Они убили людей. Я говорю, рано или поздно некоторые освободятся. И в Китай их не отправят. Они вернутся сюда. А кем он вернется? Зверь или человек? И твоя жена вечером встретится, и он ее не тронет. Уже все оправдалось. Ты понял? Нет? Так они меня, выходя из тюрьмы, искали отблагодарить. У людей новая жизнь начиналась. Понимаешь как? Где бы ты ни был, ты везде смотри. Господи, какой у меня талант. Покажи мне. Я вижу так. Я вижу смысл жизни помогать людям. Но я иногда думаю, что если помогать его, 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 то как я буду заработать деньги? Так не деньгами только, а словом. Слово, говорит. У хорошего человека есть слово сказать о Христе и даяние подать. Нет ничего? Ничего и нет. У меня нет ничего, я и не подам. А когда есть заработаю, надо своих обеспечить. Им выделить десятину для церкви, десятую часть, от ста рублей десятку отдать. Ну и на нуждающихся еще десятку хотя бы. Знаешь, на душе всегда радостно, весело. Ты смерти не боишься, ты ждешь ее. Смерть это разрешится от болезни, от гонителей. Я иду ко Христу навсегда. А тело червям, потом оно воскреснет. Надо жить интересно, радостно, весело, уверенно, надеясь на Бога. И не думать о завтрашнем дне, да? Не надо, Господь запретил это думать. Забот хватит на сегодняшний день. А завтрашний день, говорит, сам о себе позаботиться. Я бы думал о завтрашнем дне. А мне, может быть, жить осталось полчаса. А я буду думать, ой, да как, да, Бог знает как. Я вот на что у меня есть, у меня ничего своего нет. Вот я с вами разговариваю сейчас, вот собрался идти на улицу. Вот у меня есть визитки. Вот визитку вам видно или нет, покажу, наша визитка. Да, видно. Вот. Вот какая. На этой стороне у визитки написано, где наш сайт, где форум, вот все здесь. Ну, не знаю, там видно, нет? Видно. Вот. Это сделал другой брат, я копейки не платил. А мне дали, я их могу тысячу взять. У меня нет телефона, приехал человек и говорит, у тебя телефона нет? Он меня взял в магазин, повез. Так я выбрал самый-самый дешевый. Вот какой. А он хотел богатый купить, человек-то. Я никогда не звоню, денег-то нету. Но мой телефон у многих. Вот сейчас только позвонили из Пскова. Псков где? Другие немного погодя звонят с Америки. У меня денег нет. А звонки идут. Понимаешь? Надо определить себя, у меня денег нет. Вот в этой нищете я начинаю работать. Работать? Я не плачу за интернет. Вот компьютер, у меня все кто-то купил. У меня ничего нету, вообще ничего нету. Рубашку вот мне подарили. Брюки сшили, подарили. Сапоги не мои. У меня ничего нету. И этот дом, где я нахожусь, это Бог дал мне. Когда я освободился, я начал судить себя реабилитированно. А они мне должны были, государство, 11 миллиардов. Миллиардов теми деньгами. И 11 лет шел суд, и я его выиграл. И мне дали вот в центре города 13 соток и два здания. Недвижимостью рассчитались. И поэтому в одном здании молимся, а здесь живут люди. Бог делает. В моей жизни везде только Бог. Нужно молиться, меньше спать. Меньше спать, благодарить за все Бога. И экономно живи, ни одной копейки не трать. Десятину плати обязательно священнику. Обязательно. А он не такой, найди такого. Все не такие, а ты такой, так это трудно поверить будет. Ты просто доверься Богу, тебя Бог любит. Христос умер за тебя, и поэтому Он тебя будет вразумлять. У меня нет образования никакого по религиозному. Я не кончал ни семинария, ни академии. А я разговариваю, потому что Бог вразумляет. Люди задают вопросы. Я все время занимаюсь и молюсь. Понимаешь, когда в тебе нуждаются, это определяет твой возраст. Старый ты или молодой. Если во мне все нуждаются, просят помочь, значит, я еще не старый. Старика зачем бы звали-то? Вот сейчас только одна позвонила. У нее шестой ребенок родился. И порог сердца. И операцию 8 часов делали в другой области, Новосибирске. И она все время звонит. И сегодня у ребенка отключили приборы. Она начала дышать. А мы все время молились. Она еще звонит. Я говорю, все, Лена, становимся на молитву. Благодарим Бога. И мы сразу на молитву. Мы все время на молитве. Как свобода так. Сел в трамвай, перекрестился. Господи благослови. А тут самолет. Сейчас пишут там где-то в Батимале или в Чили. Там отказал самолет. Почти 400 человек на борту. И он сел. Горит мотор. Это на 100 аварий одна такая. И о Боге даже не поминают. Разве можно так делать? Я ехал на велосипеде. Голову повернул. А тут камень. Перевернулся. Я с велосипеда упал. Я лежу и думаю, а кто же за меня молится? Еще пыль вокруг поднялась. А я думаю, кто же за меня так молится? Ни руки, ни ноги не сломал. Недавно упал с лестницы. Голубям полез. Шкура завернулась. Прилепил ее. Лежу в снегу и думаю, а кто же за меня так сильно молится? Я опять ничего не сломал. Вот Бог как делает. И поэтому на душе все время радостно. Ты никогда не унывай. Только благодари Бога. Посмотри вокруг. Ты хотел бы изменить вот эту обстановку тут. Даже забор построить, это уже строитель. Дом нужен? Нужен. А может ты любишь другое. Может охранять природу где-нибудь. Лесником быть. Это опасная работа, но нужная. То есть, приглядись, где твоя душа болит и как тебе помочь охота. Ну, не хочу я все время на одном месте стоять. Нужно образование, чтобы все знать. Не ради оклада. А там Бог сделает, так и оклад будет. Я как-то одно время попросили преподавать. Я в университете вел занятия. Бизнесменом. А я бесплатно преподаю. Я согласился. Четыре урока провел. Мне выписали деньги. Я не иду, а меня толкают. Я пошел. А мне такую зарплату дали. Я говорю, а откуда вы взяли-то? На квашу оставлю. А какая ставка? Вот у меня... Вам профессора дали, да еще что-то говорят. Бизнесмены. И так много начислить за четыре урока. Я в глаза не видал. Понимаешь как? Это Бог делает, чтобы ободрить нас. А их тут сколько много священников, архиереи, никого не позвали, а позвали меня. Почему они меня позвали? Знать не знаю. Это Бог делает так. И работа, все найдется. Печник иду. Глина лежит. Я сразу... Вам печь нужна. Нужно с крыши снег скидать. Пошел. Денег нету. Я пошел на вокзал. Люди выходят. Вам чемоданы надо поднести. Беру, чемоданы несу. У меня копейка всегда в кармане. То есть, руки, ноги есть. Как я могу роптать? А есть парализованные лежат. И то работу находят. Там по компьютеру работают. У нас один знакомый такой, Сергей Козлов. 14 лет лежит. Руки, ноги, все парализовано. И вот только плечо движется. Вот такие руки. И он работает за троих мужиков. Вот как. Молодой, здоровый парень. Внезапно авария такая была. Ударился. И семь позвонков дребезги разлетелись. Это нам пример. У нас живые люди перед нами, которые показывают. Не унывай. Унывать это отчаяние приходит. Это Богу не угодно. Ты все время, говорит, радуйся. Благодари Бога за каждую минуту. И главное меньше спать. Подумаю. Кто это у вас там колодец? Какой-то дятел там. Нет, там никто нет. ты просто выходи погуляй помолись а пойди вокруг посмотри где бы ты хотел руки приложить вот работает напротив меня человек на кране тут мы около обе живем на кране очень нужна работа он разгружает баржи уголь работает они хорошо зарабатывает сварщик электросварщик хорошо зарабатывает электросварщики всегда хорошо а класс можно такое повысить потолки проваривают и проваривать так что другой пол так не проварит везде надо быть профессионалом молиться надо мне молиться только молиться да а тогда уже видно будет такого который горит огнем его и девушка заметит пожелать познакомиться обязательно даже это всем интересно с таким человеком ты знаешь все время считай библию чтобы речь твоя была наполнена евангельским словом тебя заметит господь и покажет другим ни на кого не смотри у тебя будет много друзей много врагов это нормальное явление потому что есть бог и дьявол ты же вот с армении как тоже вышел на меня лишь как бог делает но и мы не чужие нас христос сравнил сравнил у нас общее мы дети адама за нас за всех христос умер мы не чужие друг другу вот как бог делает спасибо слава и тогда словно поспать все да еще вопросы есть нет нет давай не унывай полагайся на бога куда пойти что три поклона в передний угол помолись господи благослови меня и лично не говори нигде если сказать чтобы слово было обдуманное на пользу дела никогда язык не сквернословь плохими словами русский язык очень засорен этим не хорошо это за каждое гнилое слово отвечать придется перед богом мне вот 76 лет я еще ни одного матерка не сказал за всю жизнь ни одного ни в армии нигде а был прорабом на стройке там это можно было научиться то а зачем русский язык очень богатый никогда не курить не пить ни грамма не нет ни пива ничего в рот не бери никогда никогда нигде и за стол не садись где вино есть так поговорили скажи мне надо идти и уйди оттуда чужой женщина один нигде не оставайся это капкан это сеть а если у человека приходит мысль переехать в другую страну это вообще что такое когда не знаю я например знаю что есть такое выражение по-русски где родился там и пригодился я был гоним и за слово божие я мог получить статус беженца в америке на мне подумать об этом нельзя было даже и сказали вот тебе жить в америке до конца жизни или год отсидеть в россии я бы год отсидел он никуда не поехал мысль может быть и добрая а может быть просто вы так себя не определили где есть подумать надо здесь надо совет хорошо иметь совет священник чтобы у вас был знакомый к нему сходить побеседовать поговорить а я издалека как могу сказать я например никуда не поехал бы почему я здесь нужен а он другой у нас сейчас украины приехал парень здесь никита то с украины приехал и живет здесь у меня мы живем вместе они приехали на я к ним туда уже не поехал бы почему я оброс делами здесь у меня слишком много знакомых детский лагерь деревню строим с нуля православную деревню то есть куда же я поеду когда столько дел то у него ничего нет он гол как сокол встал отряхнулся ничего нету а тут он уже на месте занимается в лагере работает вместе молимся тут каждому свое спасибо вам очень спасибо слава богу давайте отключайтесь вот так